Всем привет! Сегодня я вас приглашаю заглянуть в большой гипермаркет строительный нашего города. Второй такой магазин у нас открылся. Я не могла пройти мимо, чтобы не заглянуть, конечно же, в отдел ткани. Давайте посмотрим, что нам здесь предлагают. Моему вниманию вот такая ткань приглянулась. В руках она не мнется, очень плотная. И, насколько я понимаю, это ткани блок-аут, 100% затемнение. Очень интересный геометричный рисунок. В очень теплых таких серо-бежевых тонах. Очень неплохая ткань, в принципе. Давайте посмотрим. По цене 47,90 это в белорусских рублях за 1 метр. Высота ткани 2,80. Очень интересная ткань. Я бы не сказала, что очень тяжелая. Вот, кстати, второй такой вариант рисунка. Такой в другом цвете можно подобрать. И рядом, смотрите, вот интересный, тоже очень геометричный рисунок. В таких немножко холодноватых тонах, первый вариант, второй в теплых бежевых. Высота у ткани 280, производство Турция. Хорошая ткань, то есть 100% затемнение вам гарантировано. И после стирки она не будет сильно требовать ухода. То есть легко должна утюжиться. А вот, смотрите, мое внимание привлекла очень красивая ткань. Очень крупный рисунок. Давайте развернем. Вот такие интересные цветы. Тоже, насколько я понимаю, это из серии, в принципе, блок-аут. Тоже 100% будет затемнение. И я бы такие шторы повесила где-то в гостиную, в спальню. И можно добавить каких-то зеленых оттенков. Будет очень красиво смотреться. Такой скандинавский будет стиль просматриваться. Природность можно создать в комнате. Вот такая сетка. Вышивка идет по низу. Где-то высота у вышивки где-то около метра получается. Фигурный красивый внизу. Вот такая красивая сетка. Тоже тюль с вышивкой в стиле Дамас. Тоже фигурный низ. Цена уже побольше, чем в первом варианте. 68-60 белорусскими рублями. Вот такая интересная вышивка. Контур в графитовом цвете. И обратите внимание, что у таких вариантов тюля у них фигурные низы идут. Вот такая очень интересная имитация натуральных тканей. На самом деле это не натуральная ткань. Это стопроцентный полиэстер. И минус в том, что даются быстро затяжки. Вот кто-то уже, видите, из посетителей зацепил маникюром. Либо, может быть, кольцом на руке. И затяжка. И низ, вот обратите внимание, он сделан под лен. Имитация льна. Тоже не мнется в руках. Это большой плюс, конечно. Стопроцентный полиэстер. 32 рубля 90 копеек белорусские. Вот очень интересная полоса. Горизонтальная. Тоже, кстати, из серии блокалов. Тоже в руках не мнется. И уже, как видите, здесь есть растительная тема. То есть зеленые, оливковые оттенки. 39,90 стоит. Очень приемлемая цена. Кстати, только здесь не высота, а ширина 150 тканей. Ее уже нужно будет брать не слева направо погонными метрами, а именно высоту нужно будет брать. Тоже в разных оттенках она. Вот, пожалуйста, графитовая. Полоса идет белая. Подсофейный цвет. Вот бордовый вариант очень интересный. Вот этот вариант можно куда-то под скандинавскую, например, комнату взять. Тоже, кстати, в руках не мнется. Вот видите, производители научились делать ткани. Вот такая ткань. Очень мягкая, очень приятная на ощупь. Тоже полиэстер. 2,90 получается высота. По фактуре она напоминает чем-то трикотаж. Такой очень мягкий, интересный. Вот такая сетка, опять же, в горизонтальную полосу. Как видите, разные расцветки. Очень легко смотрится на самом деле. Может взбесеть даже самостоятельно, без плотных шторм. И что мне нравится в такой сетке, что у нее есть утяжелитель. Это немаловажно. Это будет, значит, красиво смотреться складка. 12 рублей 50 копеек. Вполне приемлемо, чтобы купить ее даже, как говорится, на смену. Например, к какому-то варианту тяжелых шторм. Можно такую легкую гордину повесить на весенне-летний, например, период. Красивое сочетание фиолетовых оттенков. Вот такой тюль. Вышивка. Вышивка здесь, как видите, тоже на разный вкус. Есть растительность, есть геометрия, крупный, мелкий рисунок. То есть на любой выбор. Тоже цена 12,50-13 где-то рублей. Ну, в принципе, недорого. Такие ткани, конечно, сегодня уже менее востребованы. Такой тюль редко кто покупает. Ну, вот эта более-менее еще легкая. Симпатично смотрится. Не будет скрадывать, в принципе, дневной свет. Внизу только густая вышивка. А так идет не густой рисунок по всему полотну. Здесь уже идет орнамент с повторением через каждые где-то 15-20 см. Это, конечно, гординка уже будет скрадывать немножко дневной свет. Потому что рисунок идет по всему полотну с повторением. Вот такой интересный вариант. То есть, пожалуйста, да, можно подобрать уже под цвет вашего интерьера. В оливковых тонах. Плюс этого варианта в том, что вышивка идет только по низу, только метр где-то. Фигурный низ. Цена, как видите, недорогая. И такой вышивкой можно закрыть, например, батарею. Если у вас нет декоративного экрана, то вполне уместно. Вот такие черные нити по полотну. А вот, пожалуйста, однотонные разные сетки. Иное название многие называют фасил. Тоже нужно такую сетку брать, если вы планируете ее повесить, чтобы она красиво на окно смотрелась. Где-то с расчета на 1 метр карниза берите обязательно минимум 2,5 метра ткань. Если возьмете меньше, будет немножко не так смотреться. Ну вот, выставочный стенд мы видим. Здесь какие-то образцы представлены. Как можно задекорировать, скомбинировать. Вариантов очень много. Ну вот эта знаменитая каракотовая занавеска. В интернете фотография популярная. Воссоздали здесь такую модель гордины. Как видим, рулонов здесь много. То есть тут же на месте все вам и покажут. И вот такая интересная еще тоже вышивка идет по сетке. Тоже по низу. Цена 29 рублей. По скидке до этого она стоила дороже. Тоже такой графитовый немного оттенок у нее идет. Под черный, под темный. Вот до этого стоила 36 рублей. Скидка. Специальная цена акция. Неплохие варианты, в принципе. В рулонах, пожалуйста, очень много всего. То есть здесь, конечно же, смотреть не пересмотреть. Вот такая рогожка есть у нас. Крупное плетение получается. И такую рогожку тоже, в принципе, можно использовать без дополнительной подкладки. Она самостоятельно тоже будет выполнять стопроцентную функцию стопроцентного затемнения. В разном варианте расцветки. Высота вот такой ткани тоже от производителя 2,80. То есть вам нужно брать погонные метры. И на метр карниза в среднем где-то берется такой ткани от полутора до двух метров. Больше, в принципе, и не рекомендуется. Потому что потом тяжело шторы по карнизу закрывать и открывать. Вот такие крупные рогожки есть с таким атласом, отливом блеска. Беларусь написано, производитель. Вот те ткани у нас были Турция, а это Беларусь. Тоже стопроцентный полиэстер получается. И разные расцветки здесь. Ну, тяжелая, конечно, эта ткань. Очень тяжелая. Я бы такую ткань рекомендовала ставить на люверсы, например. Надеюсь, данный обзор для вас был интересен. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Потому что сегодня я уже заканчиваю. Побегу смотреть, что же дальше здесь интересного в магазине. Ждите новое видео. Пока!